Владислав Бермуда Создатель международного образовательного ресурса «Стадион» с видеокурсами экспертов из четырех стран. Премия. Лучший стартап для инвестора 2016. Обладатель ряда бизнес-наград и премий за вклад в предпринимательство. Обладатель звания «Стартап Батыр» в Санкт-Петербурге. Некоторые из клиентов. Мэйлгрупп, Топган, сеть ресторанов Мэйсен Деллас, Котекс, ПАО Энергомашбанк, Кордиант. Друзья, ну, всем привет-привет. По госмаркетингу, предприниматель. Давайте поаплодируем себе в первую очередь. И задам я вам первый вопрос. Как вы думаете, почему я в маске? Запомнится. Какие еще варианты? Сфоткаться. Еще что? Прыщик какой-нибудь у меня там, да, там вскочил, кто-то говорил, или еще что-то? Шаблон разбить. Ясно. На самом деле я вам хочу следующее сказать. Первый лайфхак, которым бы я хотел поделиться, это если у тебя есть возможность чем-то выделяться, обязательно это сделай. Однажды я участвовал в инвестиционном конкурсе, и, ну, чтобы вы понимали, в четырех, в которых я участвовал, я победил в трех. И так получилось, что в финале из 680 проектов было 20. И я когда ехал, думаю, как же я буду среди таких нереально крутых проектов защищать свой проект. Это была образовательная как раз международная площадка. И я поехал в ленту, в магазин лента и купил палку колбасы. В итоге я вышел на сцену вот с такой вот палкой колбасы и рассказал свой спич про образовательные проекты. И ушел. Вы даже не представляете, что было в зале. То есть такое сначала молчание, а потом такое, нахрена ему палка колбасы? Что еще? Зачем он с ней пришел? При этом там сидели жюри, там сидели журналисты, а после меня выступал следующий спикер. И когда я ушел, все журналисты встали и пошли за мной. И у них был первый вопрос. Владислав, зачем вам палка колбасы? И как вы думаете, когда жюри принимали решение, о ком они в первую очередь вспомнили? О парне с колбасой. Они даже забыли, как меня зовут. Но парня с колбасой они помнили. Поэтому, ребят, если у вас есть возможность чем-то выделиться, чем-то что-то как-то сделать по-другому, обязательно это делайте. Потому что один из моих слоганов – не нужно делать идеальный бизнес. Посмотри на бизнес просто по-другому и сделай его по-другому. Буквально пару лет назад я был на конференции. Называется она Synergy, есть Атланты. И там был вход 25 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, ты платишь 25 тысяч рублей, и тебе дают бейджик эконом. И ты такой ходишь, такой прикрываешься, чтобы никто не увидел, что у тебя бейджик эконом. Хотя заплатил 25 тысяч рублей. Я приехал туда, и там выступал Тони Фернандес. Это владелец AirAsia. И когда была возможность задавать вопросы, я выбежал к микрофону и говорю, Тони, почему ты до сих пор не сделал первую в мире авиакомпанию, которая бы позволила бы людям летать совершенно бесплатно? Вы представляете, две тысячи предпринимателей смотрят, какой-то идиот выбежал к микрофону и говорит про бесплатные авиаперелеты. Он говорит, а как? Я говорю, ты же можешь просто переложить стоимость авиаперелетов на других игроков. На отели, на визовые центры, на дьюти-фри. Они могут компенсировать людям перелеты за счет того, что люди полетят в определенные отели. А их могут быть тысячи. Он такой, так. Я говорю, это же всего лишь стоимость перелета с одного города в другой порядка 100 долларов. Размазать на 7 дней получится что-то там по 13 долларов. Это же ни о чем. Он такой, а как вас зовут? Я говорю, Владислав Бермуда. Он такой, ход ваших мыслей мне нравится, но я никогда не думал сделать так, чтобы люди летали бесплатно. Они у нас и так летают дешево. И в этот момент я понял, что я этот проект буду делать без него. И буквально год назад мы запустили этот сервис, сервис бесплатных авиаперелетов. Сейчас люди летают уже в 7 стран в Европу. Им просто нужно покушать в ресторане или там записаться в школу английского языка. Не надо копить полтора года мили. А последний как раз наш контракт – это mail. Я первый раз увидел 17 подписей на договоре. Обычно больше двух не было никогда. Поднимите руку, пожалуйста, кто является собственниками бизнеса. А кто использует кросс-маркетинг в своем бизнесе? Отлично. Ребята, надеюсь, что после сегодняшнего выступления вы посмотрите по-другому. Еще очень важно, что я не хочу вас ничему учить. Я хотел бы, чтобы после моего спича вы просто по-другому посмотрели на свой бизнес. Это как основная ценность книг. Основная ценность книг… В чем основная ценность книг? Как вы думаете? В знаниях, да, в информации, еще что-то. Нет. Основная ценность книг не в том, что в ней написано, а в том, на какие мысли она тебя наводит. Согласны? Кто согласен? Поднимите руку. Потому что очень часто ты читаешь реально об одном, но у тебя такие инсайты просто нереальные у тебя возникают в голове. Поэтому основной посыл моего спича, чтобы вы просто по-другому стали смотреть на свой бизнес. У нас надо найти кликер и заставить его работать. Ребят, что объединяет эти все слова? Только не говорите, что Владислава Бермуды, пожалуйста. Давайте я не буду томить мало времени. Это то, что управляет нами, а не мы управляем вот этими чувствами. Это то, что сподвигает нас делать покупки. Если мы научимся работать с этим, то мы будем получать контракты, заказчиков и то, что нам нужно. Давайте разберем несколько примеров из конкретно моих кейсов. Например, на любви. На чем не экономят люди? На детях. Все правильно. На свадьбе, на путешествии еще немножко. Но больше всего на детях. И пример очень простой. Кто знает кейс, поднимите. У меня просто на эту тему 4 как раз кейса. И кто вообще был уже на моих мероприятиях, когда ты их слышал? Ага, отлично. Меньше 10%. Супер. Кто знает кейс про рыбок мой? Два человека, три. Отлично. Значит, обращается ко мне зоомагазин и говорит, Влад, слушай, как нам обанкротиться? Ну, то есть они к нам, по сути, обратились с… Как нам обанкротить свой магазин, потому что он вообще не генерирует никакой прибыли. Там 2-3 человека в день заходят. Я говорю, подождите, Бермуды вас спасет. Они говорят, как? Я говорю, все очень просто. Берете рыбок и их кладете в полиэтиленовые пакеты. А потом раздаете на детских площадках, в клубах, где детишки, детишкам, рыбок в полиэтиленовых пакетах с водичкой. Что происходит дальше? Ребенок прибегает домой и говорит, мама, у нас появился новый обитатель нашего дома. Класс. Мама говорит, отлично, но нам нужен аквариум. А где купить аквариум? Да, конечно, стикер-то вот он, здесь. Стикер-то на полиэтиленовом пакете. И в итоге, ну, чтобы вы понимали, мы за 3 дня, где-то за 3, ну, чуть-чуть, может быть, 3-4 дня привели в зоомагазин 600 человек. 600. Это то, куда приходили 4. Рыбки. Закон богатства звучит следующим образом. Для того, чтобы что-то получить, сначала отдай. Закрепляя эту тему, расскажу еще быстро один кейс. А, кстати, мы этот бизнес продали за миллион рублей, они продали за миллион рублей или полтора миллиона рублей через полтора месяца. А пришли ко мне банкротиться. На секундочку. Как бизнес они продали. И смысл в том, мы с ребятами открыли магазин с игрушками. И я поехал на рынок и купил вот таких вот маленьких динозавриков. По 3 рубля. А магазин игрушек 20 квадратных метров, он был на первом этаже торгового комплекса в Санкт-Петербурге. И проходимость была в перекрестке, в универмаге. А туда никто не доходил, потому что он был за углом. И поэтому она была достаточно дешевая аренда. В итоге мы что мы сделали? Мы взяли девочку, дали ей такие вот флайеры. И на флайерах было написано, приди и получи подарок. Не нужно ничего покупать. Просто и там карта, куда надо было идти. В итоге раздавали, и там родители ходили и с детишками в итоге заходили. Дальше внимательно. Они приходили, там был такой барабан. Какого цвета у тебя будет динозаврик? Ну, то есть беспроигрышный. 20 секунд этот барабан крутился. В итоге человек крутит и 20 секунд ждет. Следующий, следующий, следующий. И что произошло через полтора часа, как вы думаете? Очередь была вне магазина. А самое интересное, знаете что? Самое интересное то, что когда человек доходил до этого барабана, он приходил уже с покупкой. Чек был не очень высокий, порядка 300 рублей. Но маржинальность была очень хорошая. Знаете, почему с покупкой он доходил? Потому что он был благодарен, как минимум. А еще потому что дети, пока они стояли внутри, говорят, хочу чупа-чупс, хочу киндер-сюрприз и еще куча всего. За два дня мы отбили полностью аренду, зарплату и еще часть товара на месяц вперед. А через полтора месяца мы продали этот бизнес за миллион рублей, как бизнес. Который не приносил ничего. И когда мне сейчас рассказывают люди, которые приходят ко мне на консалтинг, еще на какие-то услуги, и они мне говорят, Влад, кризис, поэтому в моем магазине нет людей или в салоне красоты, или еще где-нибудь, или в медицинском центре. То я говорю, ребят, динозаврики вас спасут. И все хорошо. Новый кейс по поводу жадности. Очень интересная история. Я не знаю, может быть, кто-то видел, кто-то нет. Значит, общепит. И стоит рулетка в общепите. Когда ты покушал, тебе предлагается вернуть все свои деньги. Ты ставишь свой чек на любое число. И тебе предлагается, если оно выпадает, ты возвращаешь все деньги, потраченные на то, что ты съел. У человека возникает чувство, что он может вернуть свои деньги. И оно реально. Но самое главное, что люди возвращают. Но когда человек возвращает деньги, официанты об этом узнают и с фейверком, с фамфарами, с музыкой выносят эти деньги. Все начинают фотографировать эту всю историю, выкладывают в себя в Инстаграме. И ресторан получает нереально крутой сарафанное радио, маркетинг. То есть получает очень крутой вирусный эффект. Без разницы, выдает он деньги или не выдает. В любом случае он выигрывает. Понятно? Кому понятны кейсы? Поднимите руку. Отлично. Два года назад я выиграл инвестиционный конкурс как раз и поднял денег на международную площадку по онлайн образованию. Называется она как раз stadion.guru. И я заключил контракты с экспертами из Microsoft, Sony, Disney, там Эрик Спейлман, Берни Рафи, Курт Рассел и разные другие. Но на рынок онлайн образования я не пошел, потому что он очень сложно коммерциализируется в стране. Я пошел на рынок маркетинга. Что мы сделали? Мы стали приходить в банки, в ритейлеры, к производителям и говорить, давайте мы будем все деньги, потраченные у вас на что-либо, возвращать людям на образование. На изучение английского языка, стиля, имиджа, бизнеса, маркетинга. Кто считает, что сейчас онлайн образование достаточно хороший тренд? Поднимите руку. А теперь смотрите, давайте возьмем кого-нибудь. Вот вы, например, мужчина, чем вы занимаетесь? Реклама. И кто-то дает у вас рекламу. А какую рекламу? Хорошо, в сфере недвижимости. Представляете такую историю? Если я к вам прихожу и говорю, слушайте, давайте делать так. Все люди, которые закажут у вас рекламу, они все деньги будут возвращать к себе на образование. Например, на 50 тысяч рублей заказал, я даю 50 тысяч на изучение английского языка, стиле, имиджа, бизнеса. А вы мне с этого, не знаю, тысячу рублей. Как вам сделка? Вы на этом делаете социально значимый информационный повод, привлекаете журналистов, делаете, повышаете средний чек, потому что у вас может быть какой-то средний чек, ну, маленький, а вы говорите, при повышенном среднем чеке я возвращаю все деньги. И такая история. Давайте еще какой-нибудь. Вот у вас какой бизнес? Детские площадки. Но здесь немножко, здесь уже B2B, надо что-нибудь такое поменьше, чтобы чек был где-то до 50 тысяч. Картины на дереве. Отлично. Сколько средний чек? 7-8 тысяч. Вы хотите его увеличить? Отлично. Если человек купил не на 7 тысяч рублей картину, а на 10 тысяч рублей, то он все деньги возвращает себе на образование. А вы с этого платите, ну, рублей 300. Как вы? Объясню, за счет чего это возможно? За счет того, что я вложил в площадку уже 6 миллионов рублей и создал этот контент. Я его произвел, иностранный перевел и озвучил, а российский просто произвел. И он мне уже практически ничего не стоит. Но при этом на рынке он стоит очень хорошо. И для людей это является ценностью. И поэтому я могу его продавать за рубль, или за 100 рублей, или за 10 тысяч рублей, когда он стоит много. Понятно, да? То есть вы можете, мы немножко попозже поиграем с вами в очень экспериментальную игру. Но я думаю, что меня Алексей не выгонит с этого со сцены. Вот. Поехали дальше. Ребят, это три компании, которые просто взорвали мне мозг. И которые после этого мы стали похожи внедрять, и это очень круто стало работать. Первое. Пивной завод увеличил на 30% свои продажи в Америке за счет просто одной фразы. Кто знает, не говорите. Как вы думаете? Кто? Как вы? Мы свои бутылки моем. Представляете? То есть ты идешь в магазин и хочешь купить пиво. Эти-то моют свои бутылки, а эти-то, может, и нет. Какие я возьму? Наверное, чистые. Все. 30%, ребят. Табаско. Собрали совещание и сказали, ребята, нам нужно срочно сделать минимум на 2% продажи. А это десятки, а то и сотни миллионов долларов увеличить продажи. И кто-то говорит, давайте вложим 20 миллионов долларов, кто-то 10 миллионов долларов. Один парень говорит, слушайте, давайте вложим 1 доллар, и если не сработает, то тогда будем ваши десятки миллионов долларов вкладывать. Он говорит, давайте. Знаете, что он предложил? Сделать дырочку пошире. Вы вдумайтесь. Мы тратим с вами огромные маркетинговые рекламные бюджеты, а решение, оно может быть совершенно простым. И чаще всего таким оно и бывает. Просто дырочку. Увеличение продаж на 3%. Дырочка пошире. Все. Следующее. Ко мне обращается ресторан и говорит, Влад, слушай, нет денег, нужно как-то увеличить средний чек и поднять денег. Вот вы знаете, мне даже немножко обидно. Вот есть Рома Тарасенко, например, завтра он выступает или послезавтра. Рома, Рома, Тарасенко. Послезавтра или завтра. Ну, я его очень сильно люблю и уважаю. И у нас с ним огромная разница. К нему приходят люди, у которых есть бюджеты. То есть, Ром, слушай, у нас есть 20 миллионов, ну, там, эффективно помоги, пожалуйста, распределить их. А ко мне приходят, говорят, слушай, у меня были 20 миллионов, а сейчас нету. Есть тысячи рублей, придумай что-нибудь. Я все думаю, блин, как же перебраться вот туда, но потом подумал, что, наверное, может быть и не стоит, потому что очень много таких людей, которым я нужен. Смысл в чем? Ресторан. Я говорю, сколько у вас есть денег? Он говорит, тысяча рублей. Нормально? Я говорю, да, нормально. Давай. В итоге я пошел, заказал печать и на ней написал гарантия вкуса от Владислава Бермуды. На самом деле я мог там написать все, что угодно. И Пупкин, и Васькин, и кто угодно. Но у них не было бюджета, а мне приятно. И я написал гарантия вкуса от Владислава Бермуды. Потом я пришел, говорю, дайте мне ваше меню. Он дает меню, я беру и пропечаю. Я говорю, какие у вас самые высокомаржинальные и интересующие блюда, которые вы бы хотели продавать? Он говорит, вот это, вот это. Я такой взял и пропечал. Он говорит, что ты делаешь? Я говорю, подожди, вечером остальные будешь пропечатывать меню. В итоге через месяц он мне звонит, говорит, скинь номер карточки, пожалуйста. Эти блюда увеличились в продаже на 30%. И где-то плюсом получилось 100 тысяч рублей. Ну, где-то из этой серии. Ребят, можно было повесить рекламу, заказать в журналах, еще что-то. А можно было просто обратиться к Бермуде и 700 рублей потратить. Ну, к примеру. И таких историй просто миллион. Дальше. Продажи через мероприятия. Это просто один из самых крутых инструментов. Я его подсмотрел на Западе. Смысл в чем? Он заключается в правильном вопросе. Когда у вас есть возможность задавать вопрос, нужно дома его подготовить. И уйти уже с мероприятия, уже с миллионом рублей. Как это сделать? Когда я занимался, у меня была энергетическая компания, я начинал с энергетики. И оставалось всего лишь 2 миллиона рублей. И мне ребята сказали, слушай, если мы сейчас не заключим никакой контракт, то все, туши пропало. И отправили меня в Москву, чтобы я был на конференции. И там были строители. И когда Вячеслав Давыдович Заренков, Ленспитсву, может быть, кто-то знает, он разговаривал, говорит, кто у кого есть вопросы. Я поднял руку сразу и говорю, здравствуйте. Меня зовут Владислав. Я представляю компанию Росбалта Него Инжиниринг. И у меня для вас вопрос. Дело в том, что мы немного на рынке, всего лишь 3 года. И мы сокращаем затраты строительных компаний, застройщиков за счет того, что у нас есть нестандартные интересные договоренности по электричеству. Да, мы работаем с крупными компаниями, но у нас есть проблема. Потому что, когда мы приходим, нас отправляют к главным инженерам, либо к главным энергетикам. А они сидят на возврат на бонусной системе. И они не заинтересованы в минимизации бюджета строительной компании. А в этом заинтересованы только директора и собственники. Вот как нам их обходить, потому что мы реально охренеть, как сокращаем бюджеты строительных компаний. И все. И честно, я могу вам сказать, что мне было все равно, что он ответит. Я просто ждал перерыва. Потому что вокруг меня сидели все генеральные директора строительных компаний. Понимаете? У вас есть возможность, когда вам дают эту возможность, сделать так, чтобы у вас было людей больше вокруг вас, чем у спикера, которые хотят с ним сфотографироваться в надежде на то, что он выложит у себя где-нибудь в инстаграме. Вот и все. У нас, смотрите, чуть-чуть перепроскочим. О, создание добавочной ценности. Отлично. Давайте с вами поиграем. Кто хочет поиграть, поднимите руку. Прямо вот на себе ощутить создание добавочной ценности, как это работает. Отлично. Вот смотрите. У меня есть футболка. Так. Уже 20 тысяч просмотров, я понял. Первое. Я девушке… Где девушка и девушка? Вот она. Я обещал подарить футбол. Держи. Следующее. Вот. Это засняли? Уже будет 30. 30 тысяч просмотров. Отлично. Смотрите. Смысл в чем? Вот эта футболка стоит 3,5 тысячи рублей. Кто из вас прямо сейчас готов такую же заказать? Вот здесь у меня есть футболки со своей какой-то фразой, дизайнерскую вместе с Алексом Пьером. И стоимость 3,5 тысячи рублей прямо здесь сейчас заказать. Поднимите руку. Раз, два. Отлично. Кто… Может быть, у кого-то нет денег с собой. Кто готов в рассрочку? Сейчас 1000 рублей. В течение недели еще 2,5. Кто готов? Поднимите руку. Те же самые. Следующее. А теперь создаем добавочную ценность. Смотрите. Давайте я к этому прикреплю, например, те люди, которые купят. Я их приглашу к себе в загородную резиденцию, и мы качнем их бизнес. Хорошенечко так. Ну вот. По маркетингу распишем им стратегии или еще что-то из этой серии. И просто футболка в рассрочку на неделю. И те, кто сегодня, ко мне в резиденцию и качнем маркетинг ваш. Кто согласен? Поднимите руку. Не опускайте. Дальше поехали. Кто… Туда же я добавлю… Помните, я рассказывал про стадион? Про стадион и что каждый из вас может прикрутить к себе и возвращать все деньги на образование любого вашего продукта. Можете сами обучаться или еще что-то. То есть там различные видеокурсы западных и российских экспертов. Добавлю вот туда же еще на 5000 рублей, кто сейчас 1000, ну рассрочки 2,5 с футболкой, с резиденцией, и туда добавлю еще 5000 рублей на площадку, на стадион. Кто готов? Туда же еще добавлю. 10, 30, 30 тысяч рублей вы можете просто отдать своим клиентам на образование в качестве подарка, простимулировать поднятие среднего чека. 50, кто готов? Поднимите руку, кто плюсом 50 тысяч рублей и таким образом простимулируете продажи. Ну можете сами обучиться, еще и футболку получите, еще и в гости приедете, шашлычка пожарим. Кто готов? Еще повыше, повыше, надо понимать конверсию. А 100 тысяч? 100 тысяч на площадку. Можете реально крутую проэкспериментировать, маркетингу, сделать стратегию. Понятно. А у кого из тех людей, которые, смотрите, даю, значит, в рассрочку футболку, приглашаю к себе в гости на резиденцию, в химках она находится, плюс даю рассрочку и плюс даю 100 тысяч рублей на площадку. То есть это, например, 100 кодов по тысяче, которые вы можете к себе прикрутить, таким образом создать добавочную охренительную ценность. Еще разочек, поднимите, кто согласен на сделку. Отлично. Так, девчата, соберите, пожалуйста, по тысяче, а потом я расскажу, почему это всем выгодно. Да, поднимите руку, ребят. Давайте, давайте. Здесь есть конверты, и там тысяча рублей. Хоп, раздайте конверты, а потом мы соберем конверты. У вас есть минута, минута, у нас времени больше нет. Значит, вы пишете на конверты свой номер телефона, кладете туда тысячу рублей, с вами связывается в течение двух дней менеджер и делаем то, что договаривались. Давайте, давайте, кто еще? В принципе, сами можете обучаться или корпоративный подарок сделать для своих сотрудников, или еще, ну там много различных моментов. А то я все про свои рубашки рассказывал раньше, этот кейс. Хоть теперь буду про образование говорить. Еще есть кто-то? Кому кто? Давайте последние. Один, два, три, четыре. Вот еще. Вот, девушка, возьмите. Супер. А теперь смотрите, почему мне это выгодно. Себестоимость футболки полторы тысячи рублей. Приехать, пригласить вас к себе и дать вам консультацию, ну почему бы и нет, тем более вы все практически потенциальные клиенты мои. Образование, я и так уже вложил туда денег, и теперь я могу давать, то есть я там на миллион, на два могу там крупным компаниям, я это продаю, и это совершенно нормальная история. Но при этом ценность для вас, то есть как минимум сейчас уже там человек 20, то есть я уже заработал 20, уже где-то 60-70 тысяч рублей я уже заработал за 10 минут. Ну по большому счету. Не считая знакомства, и я к чему это говорю. Когда ты приходишь в магазин и видишь, что зубная щетка продается и паста в подарок, ты покупаешь не потому, что у тебя зубная щетка плохая, а потому что у тебя паста закончилась. Можно создавать к вашему любому бизнесу, создать добавочную ценность, которая будет даже выше гораздо, нежели ваш продукт, и он будет продаваться гораздо лучше. И последнее, я сегодня обещал разыграть свой полностью консалтинг из тех людей, кто… поднимите руку, кто взяли конверты еще раз. Вот, а вот давайте вон девушку, идите ко мне. Первое, что… Быстренько, буквально две минутки. Не-не, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне идите. Скажите, почему вы согласились? Потому что это для меня как вызов было. Как вызов? Да. Отлично. Вот смотри, каким ты бизнесом занимаешься? У нас производство и продажа домашнего текстиля. Домашний текстиль. Вот смотри, ты сегодня получаешь полностью… Я теперь месяц буду на тебя работать. Как тебе? Ты можешь мне теперь круглосуточно звонить, говорить, при этом мы с тобой встретимся, не знаю, либо в резиденции вместе со всеми, либо отдельно где-нибудь там пообедаем. Я тебе распишу полностью всю стратегию, что тебе нужно сделать для того, чтобы там увеличить в два-три раза прибыль. И при этом ты можешь мне скидывать все свои брошюры, корректировать по всей твоему маркетингу. Ок? В течение месяца. Вот тебе сегодня подарок. Пожалуйста. Друзья. И последнее, последнее. Вот кому вообще понравилось то, что я говорил? Поднимите руку. А кто еще на часик хочет меня продлить? Покажите всех, пожалуйста, потом выберем. Ладно, пора заканчивать. На самом деле последний слайд. Сейчас я с контактами, со всеми делами сделаю. Блин, а где кликер? А где кликер вообще? А, вот. На Алиэкспресс говорят, что надо забрать. Короче. Вот. Значит, это мой инстаграм. Это мой сайт. Здесь вы можете скачать мою книжку «15 креативных идей на миллион» и ее прочитать. Вот. В инстаграме кто напишет отзыв о сегодняшнем мероприятии, получит от меня еще бонус. Вот. Это телефон моего директора Марины. Марин, встань, пожалуйста. Вот моя блондинка. Вот смотрите. Вот эта очаровательная блондинка мой директор. Я не знаю, как с ней можно работать, но приходится. Вот. И, ребята, вообще, а было бы кому-нибудь интересно у меня поконсультироваться вообще? Поднимите руку. Есть такие люди? Отлично. Вот обычно просто у меня стоит месяц 60 тысяч рублей. То есть я вот как вот девушке подарил 60 тысяч. Если сегодня подойдете к Марине и запишетесь, сейчас как раз будет перерыв и будет такая возможность, то я тем, кто сегодня предоплату какую-то внесет, дам скидку 50%. Это будет стоить 30 тысяч рублей. Вот. Еще раз большое вам спасибо. Спасибо. Надеюсь, был полезен. Спасибо.